Из американской провинции в Ивановскую глубинку. Фермер Чарльз Тейлор из Северной Каролины в 2008-м вложил деньги в небольшое предприятие в Комсомольском районе, которое создали на базе разорившегося СПК Михеевский. Сейчас, 9 лет спустя, ООО «Бычок» – крупное сельхозпредприятие. В стадии 650 голов крупного рогатого скота. 150 из них молочные, остальные мясные. Предприниматели своим примером разрушают стереотипы о невыгодности сельского хозяйства в Ивановской области. Вы пока корова ходит беременная 9 месяцев, потом пока родила, пока теленочек вырос, пока его откормили до нужного веса, прошло 3 года, зарплату платить надо, а мясо вы получите, когда его сдадите. И получите гораздо меньше денег, чем стоит даже нетель, которую вы покупаете. К сожалению, на сегодняшний день это так, но нет еще культуры потребления мяса пока. В регионе может и должно развиваться скотоводство, уверен начальник департамента сельского хозяйства Денис Черкесов. Сам он не понаслышке знаком со сложностями выращивания коров. Он возглавлял Национальный союз производителей говядины. Субсидировать неработающие хозяйства считает неправильным. Помогать нужно тем, кто дает результат. Это будет делать и местные, и федеральные бюджеты. С 2018 года существенно изменилось в нашу пользу соотношение софинансирования с федеральным бюджетом. То есть на минимум наших средств мы можем привлечь максимум федеральных средств. 7 к 93 процентам. То есть 7 процентов наших, 93 федеральных. Это позволит нам при достаточно небольшом бюджете максимально воспользоваться поддержкой государства. Коровы упитанные Станислав Воскресенский оценил. Заметил он и качество доильной техники и технологий. Первая датская, вторые американские. На производстве здесь используют научный подход к выращиванию скота. Эти дикие коровы идут на производство мраморного мяса, один килограмм которого стоит больше тысячи рублей.